«Проходя долиную смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Сегодня я начинаю с нескольких слов из этого чудесного, 22-го псалма. Повторите их со мной. «Проходя долиную смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Этот текст рассказывает нам об этой знаменитой долине смерти. Это не просторная долина, залитая светом, где хорошо гулять. Там нельзя построить дом и любоваться видом. Это узкое, стеснённое место. Там нет света, только густая тень и нависающие скалы. Вам не захочется там оставаться долго? Наоборот, вы захотите побыстрее пройти эту долину. Это место одиночества, там нет никакой связи, телефон не работает. Вам кажется, что вы отрезаны от всего мира, и даже Бог молчит. Проходя через долину смертной тени, обратите внимание на эти три вещи, которые я хотел бы вкратце обсудить с вами. Во-первых, у этой долины есть название. Во-вторых, во время перехода через это место вас кто-то сопровождает. Так что эта ситуация не вечна, это просто отрезок вашего пути. Эту долину не зря называют долиной смертной тени. Кто хотел бы добровольно пойти туда? Мы все стараемся избежать этого места. Но мы должны знать, что прохождение этой долины обязательно для всех. Мы все однажды проходим по глубокой, тёмной долине смертной тени. Это страшное место. Я сопровождал многих людей в этом знаменательном путешествии, где довольно сложно полноценно помочь человеку. Но ваше присутствие рядом станет очень важным и драгоценным для человека. Из-за испытаний люди становятся хрупкими, уязвимыми, слабыми, и им особенно нужно сопровождение чьего-то благотворного присутствия. Никто не выбирает такой опыт. Но что я хочу сказать вам сегодня? Есть тот, кто прошёл через эту долину перед вами. Он прошёл все испытания и победил. Тот, кого зовут воскресенье и жизнь, не мог быть побеждён главным врагом человечества, смертью. Он сам победил смерть. Сила смерти была разрушена. В Библии сказано, смерть, где твоя победа? Тот, чьё имя воскресенье и жизнь прошёл через долину смерти, чтобы мы больше никогда её не страшились. У одного человека случился сердечный приступ. Всё было серьёзно, и он попал в реанимацию. Его жена верила в Бога и горячо молилась за своего мужа. Во время молитвы она увидела видение, как лев преследует её мужа, и она поняла, что происходит битва между жизнью и смертью за её мужа. Когда она присмотрелась, то увидела, что у льва больше не было зубов. Она сделала вывод, что муж её выживет, а лев был обезоружен. Смерть была обезоружена. И в действительности её муж пришёл в себя. Иисус прошёл сам через долину тени смертной прежде вас. Он обезоружил и победил смерть. Поэтому и вы можете пройти через эту долину, зная, что у вас есть право на вечную жизнь, если вы держите за руку доброго пастыря, если вы верите в него и полностью ему доверяете. Доверить свою жизнь доброму пастырю значит, знать, что, когда придёт время проходить через долину смертной тени, вы будете не одни. Добрый пастырь говорит, «Я всегда с вами». Присутствие Божие так обнадёживает, что иногда мы даже не понимаем, почему внутри нас такой мир, почему даже в тревожные моменты мы спокойны. Я сам прошёл через такой опыт не так давно. У меня были проблемы с глазами. Я прошёл обследование у врача, и мне сказали, что ситуация стремительно ухудшается, и теперь нужна срочная операция. Операцию назначили на следующее утро. Если ничего не предпринять, то я мог потерять зрение. Я был очень удивлён. Ещё врач сказал, что я должен смириться с тем, что уже не буду видеть как прежде. Но самое удивительное было то, что внутри меня был мир, необъяснимый покой, сопровождающий меня повсюду. Такие новости. Такой диагноз было нелегко принять. Конечно, есть более серьёзные болезни, да, но мир Божий превосходит все приговоры и все обстоятельства. Мир Божий сохранил меня. Мы с уверенностью сможем пройти такие периоды одиночества, тесноты и трудностей, если нас будет сопровождать Божий мир, когда мы можем быть уверены, что Бог знает, чего не знаем мы, контролируя то, что не можем контролировать мы. Ещё одну вещь мы видим в этом стихе. «И если я пойду долиную смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Обратите внимание на слова «пойду долиную». То есть мы проходим через эту долину. Мы не обязаны оставаться там надолго. Нам нужно продолжать двигаться дальше. Я вспоминаю один случай, когда мы с группой подростков поднимались на гору. И чем ближе мы были к вершине, тем труднее было мотивировать наших подростков продолжать путь. То у них нога заболела, то они устали и больше не могут идти. Но у нас были мотивированные инструкторы, и они вдохновляли ребят продолжать идти. Я знал, что спуск будет намного проще, идти будет легче, но никто не думал об этом. Все жили этим моментом, где им было тяжело, они очень устали, и никто не хотел продолжать путь. Но с помощью поощрения, настойчивости и всеобщей мотивации вся наша группа поднялась на вершину. Там мы насладились великолепным видом. Если ты хочешь остановиться, когда переход кажется бесконечным, сложным и таким одиноким, помни, именно когда больше всего хочется все бросить, не опуская руки. Тут нужно упорно продолжать двигаться вперед и верить. Слово Божие говорит нам, что Бог дает силы тем, кто в пути. Он умножает наши силы, если мы идем вперед. Так что продолжайте двигаться, даже если вы чего-то не понимаете, не знаете, куда идете. А я вот точно знаю, что у любой пустыни есть конец, из любой долины, смертной тени, есть выход. Это переход. Так что продолжайте идти. Ну и в завершении я хочу прочитать вам два замечательных отрывка из Священного Писания. Во-первых, это книга Исаии, 41 глава, 10 стих. Известное место. «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой». Я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя десницей правды моей. И чуть дальше мы смотрим 43 главу той же книги. В этой главе мы можем еще раз прочитать это же обетование. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя Иаков и устроивший тебя Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя, ибо я Господь, Бог твой». Я надеюсь, что слова из 22-го псалма, особенно 4-й стих, дадут вам понять, что когда вы пойдете долину смертной тени, вы не будете одни. С вами идет ваш друг, ваш пастырь. Это временно. Иисус с вами. Я хочу вас вдохновить не останавливаться. Полагайте свою веру в Боге. Он сопровождает вас. Он всегда будет с вами. До скорых встреч и божиих вам благословений.